А вы тоже вчера смотрели Комбат Каст консольной версии только лишь из-за того, чтобы узнать что-нибудь о мобильной версии? Ждали? Ну так и дождались мы всего лишь вот это. Нет, поймите меня правильно. Я прекрасно понимаю, что Комбат Каст был посвящен консольной версии и разработчики нам пообещали, что в будущем нас ждет Комбат Каст отдельно по мобильной версии. Но мы ожидали наверное много больших новостей, чем то, что нам показали. 30 секунд, всего лишь несчастных 30 секунд уделили мобильной версии. Это как минимум неуважение к тем игрокам, которые делают упор и делают ставки именно на мобильную версию. А таких игроков очень и очень много. Да, чуть позже после Комбат Каст разработчики именно мобильной версии справились и в своем твиттер аккаунте нам сообщили, что обновление мы можем ждать к концу этого месяца. Камон, ребят, ну вы нам обещали к концу января, теперь вы нам обещаете обновление к концу февраля. А что будет дальше? Ну и еще разработчики нам показали более полный геймплей Скорпиона из МК-11, который сейчас мы будем с вами вместе пытаться разобрать. Поехали! Геймплейное видео Скорпиона МК-11 начинается с экрана информации о персонаже. И что мы здесь можем увидеть? Правильно, ничего мы здесь не можем увидеть. А все потому, что это остался все тот же МК-X. Нам обещали глобальное обновление, но камон, они даже не захотели переработать какие-либо графические штучки, не знаю, там по-новому, выделить название спецприемов, отсеки там для санкций. Снаряжение выделить по-новому. Ничего этого нет. Да, теперь у нас крутится персонаж. Но неужели это все, что можно было придумать глобального для такого глобального обновления? Как бы это тавтологично не звучало. Дальше следует момент, который для меня вообще абсолютно непонятен. Что это, холодная война с Абзиро и Ронин Кенша стали алмазными? Почему именно они стали алмазными? Или все золотые персонажи стали алмазными, а алмазные персонажи теперь не самые крутые будут в игре? Поживем увидим. Ну а вот, собственно говоря, мы добрались наконец-то до геймплейной части. Что же мы видим? Мы видим, что наконец-то добавят арену Яма, которая давно уже находится в игре. И мне кажется, что все-таки подкрутили в лучшую сторону графику. Многие уже успели поругать графические характеристики. Но я сравнил локацию Яма до вот этого обновления 2.0 и ту, которую нам продемонстрировали в ролике. И я пришел к тому выводу, что как минимум точек освещения точно стало больше. Вот вам, кстати, Fatal Blow, о котором я говорил, что у Скорпиона будет именно он. Но многие мне говорили, да ну, что за чушь ты несешь. И многие, кстати, опять же сказали, что Fatal Blow достаточно коряво реализованы в мобильном плане. Но мне кажется, не корявее, чем бывший X-Ray, да? В основном своем это все тот же самый старый добрый Mortal Kombat X. Но теперь просто с названием Mortal Kombat Mobile. Потому что в геймплейной части ничегошеньки не поменялось. Это все те же тапы одним пальцем. Это все те же свайпы. И это ограниченность движения. Ну, если сравнивать даже хотя бы с Injustice 2 Mobile. Ну, конечно, и безусловно, стоит разработчиков, наверное, похвалить за то, что у Скорпиона абсолютно новая вообще боевка, абсолютно новые все три спецприема. И это, конечно, несомненно радует. А вот эта фишка со слоумол и частичным рентгеном тоже заслуживает отдельной похвалы. Что-то предполагать и прогнозировать я не очень-то хочу. Потому что на самом деле обновлений не так уж долго осталось ждать. Ну, конечно, за исключением того, что если разработчики в конце февраля не заявят нам снова, что обновление будет в конце марта. Надеюсь, такого уже не произойдет. И совсем скоро мы лично своими глазами все увидим. Что же нового нам покажут? Что же нового введут? И тогда уже мы поговорим совсем по-другому. Ждите видео в скором времени. Обзор на обновление 2.0 в Mortal Kombat X. Извините, просто в Mortal Kombat Mobile. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания, друзья. До встречи на канале Mobile Gameplay.